здравствуйте дорогие друзья в эфире кофе по утрам привет привет да понимаешь катя в нашей программе как бы очень мало кофе поэтому я решил отправиться на поиски того кто сможет его приготовить знаешь никита а я знаю этого человека который готовит очень вкусный уважаемые пользователи слушатели и зрители проекта кофе по утрам сегодня я марина волкова издатели культур тренинг расскажу как я каждое утро готовлю кофе для себя любим как у вас возникла любовь кофе я даже не помню но кофе любила всю жизнь правда все же не умела готовить в последние годы когда вот животное научилась более-менее хотя конечно люблю как всегда на женщине когда кофе готовят мужчин чем вам нравится этот напиток запахом прежде всего запахом и опять же если в случае себя только для тебя кто-то то конечно заботой пусть это просто лишь символ знак определенный традиция ритуал а сейчас кофе это ритуал некоторого пробуждения радости ей новый наступил желание на ваш взгляд может человека если честно я могу ты и долго всякие там ситуации бывают но с кофе лучше потому что опять же на кофе обычно готовится дома и это еще вот символ дома поэтому без дома дома долго обойтись невозможно хотя на месте сидит долго не могу не надо обязательно перемещаться но главное перемещение конечно возвращение к вам нравится больше всего а я вам сейчас покажу это лаватса капучино мягкий такой кофе и я туда обычно добавляю разные добавки иногда когда есть настроение пью кофе с перцем крепкий а если где-то там кафе это капучино просто потому что вы очень труднее испортить чем например эспрессо или латте или что-то еще другое мне тоже нравится с перцем сейчас я вам покажу как это делается в условиях моей маленькой секрет хорошего кофе это конечно свежемолотый кофе поэтому берем банку насыпаем кофе и мелем единственное я ленивая поэтому я обычно мелю кофе так чтоб не хватило дня на 2 на 3 это получается типа утреннего будильника у вас ну почти для соседей да это моя любимая турка меня приглашали на одну выставку машиностроительную в турцию вот это вот оттуда но поскольку у вас сегодня еще двое то я варю еще одно это на 2 хорошо а какие какими принципами вы руководствуетесь при выборе турки это была просто память о турции но она настоящая турецкая поэтому я каждый раз вспоминаю эту поездку мне одно время было такое хобби халявный туризм ездила по многим странам не смысле бесплатно по приглашению определенных кругов и вот это как раз правительство турции приглашало машиностроителей посмотреть их выставку ну корыстный интерес совершенно потому что мы там выбирали станки для своих производств и поэтому это была полезная и очень крутая поездка обычно на кружечку это ложка сверху вам я кладу побольше на двоих так вроде не переборщить но если будет крепкий тогда придется назвать вода конечно это 2 2 90 процентов успеха у меня фильтрованная не лучшая вода челябинская вообще вода плохая хоть люкс хоть не люкс хоть такая поэтому здесь не лучший кофе я люблю из источников кофе когда путешествует то что называется ими источниками на самом деле там каждый раз разный состав металлов и они отличаются по вкусу следующие ставим но здесь есть один но препятствия моей я обычно ставлю достаточно на среднем даже больше среднем потому что ты не хватает пока это турочка стоит я пробегаю по квартире заправляю кровать умываю скормлю кошку это как раз время которое хватает а если будет больше чем теперь смотрите с самого начала я кидаю вот такой сахар это пресняковый он лучше раскрывает вкус любого пуфи одна штучка вам конечно две и немножко соли соль на самом деле не солит она усиливает любой вкус ее везде можно добавлять как усилитель вкуса поэтому немножечко вам побольше мне поменьше соли вы ее не заметите совершенно хотя можно усиливать вот когда вот с перцем например делать там можно соли не жалеть и еще разная у меня обязательная приправа я обычно кладу кардамон и корицу но сейчас у меня есть вот такая приправа она не всегда бывает она так и называется приправа для кофе тут тоже кардамон корица но здесь еще есть мускатный орех здесь есть и два дикая низ вы почти не слышно а кардамон и корицу слышно буквально на кончике ножа особенно кардамоном надо быть осторожно потому что он хорошо активизирует повышает давление но много его не надо а корицу без корицы кофе я тоже кстати люблю и все теперь мы стоим и ждем пока это все не закипит не дай бог а когда она начнет подниматься первый пузырь вот тогда надо снять теперь я вот на стол вас пригласила если вы снимаете потому что это с дороги бутерброды любом случае надо показать вот это вот набор который предполагает вот и такое надо крупных планах показать это аджика это из клуба любители аджики владлена борисовича феркеля каждый год но запах не передается на выпаду понюхать потому что запах чувствуете да она не варится ну да каждый год сентябре и тамары феркелей собирается толпа народа и мы дружно делаем эту аджика каждый уходит с банками потом через неделю потому что она должна перестаяться поэтому вот если интересно смотрите меня на портале репортажа там есть процесс написан и приезжайте делать аджику как это делается хлеб масло аджика сыр то есть получается такой бутерброд для новичков особенно он важен потому что чтобы аджика не обжигала а была в среднем утренний бутерброда хватает на весь день по всем витаминам не связано лучшее средство всех вирусов так что вот это надо обязательно потом попробовать но пока здесь это стоит я вам покажу еще одну вам я приготовила красивые чашечки ленинградского фарфорового завода а вот это вообще танкистый фарфор но здесь не фарфоре дело это мне подарила елена черная это поэт краевед из екатеринбурга таких чашечек всего две это они сделаны по ее заказу нижнетадельской художницы вот снимите тут ее имя то есть расписаны вручную естественно и обжиг такой это знаменитый вот нижнетадельский поднос сейчас а вторую подарок покажу понятно это хозяйка медной горы я ли не пообещала что я буду из нее пить честно говоря один раз купила это так с придыханием сейчас второй раз я пью по поводу вашего приезда кофе из этого набора передаем большой привет елене черной и говорим то что марина владимировна соблюдает свое обещание да и вы елена в этом можете убедиться если вы конечно нас смотрите и вот еще один поднос который очень важен потому что я на тоже привезла его из нижнего тагила нижнем тагиле чудесный музей изобразительный искусств вообще-то город высокой музейной культуры но и нижние тагильские подносы у них есть отдельный музей который посвящен собственного этому делу это тоже надо обязательно там побывать посмотреть это тоже вот елен подарок покажу раз речь зашла о кофе с перцем вот у меня один из перчиков растет если хотите потом можете взять семена и у меня о средней дочке муж они вообще и из-за тоже и муж любят перцы и приводит в любой стране едят перцы и острые причем приправы собирают семена из них выращивает и вот у меня там на тоже целая плантация перцев непонятно что вырастет но они все острые вот эти острые перчики тоже я пока там все готовится я просто расскажу хочу покажу следующий рецепт правильного кофе сливки лучше разогреть вот я еще одну чашечку приготовила это ирина аргутина наш любимый поэт привезла такую чашечку мне сиэту сиэту я тоже когда-то была уже в халяву но она туда ездит к сыну и вот такой вот привет специальная чашка для кофе который легко отмывается потому что хороший кофе он обычно еще след такой оставляет на фарфоре так вот я сейчас ее использую как некоторые сливочник потому что чтобы кофе был хороший там желательно и посуду прогревать и как минимум сливки прогревать сейчас сливочки немножечко поставим буквально на несколько минут куда две чтоб они немножко прогрелись чтобы у нас они не сильно осуждали кофе вы соседками пьете поэтому это вот мая пришла мая тоже любит когда я кофе пью потому что она знает что это время ее кормили и я поскольку добрый итак познакомьтесь это мая поднимется можно снять это . их подруга была которая любила римма дошеленкова просто я она тоже очень любила кстати кофе так вот она во первых всем разговаривала как и со всей едой приговаривала а еще у нее был свой секрет она как минимум начнет кофе подниматься как сейчас да она поднимет дождется когда она пустится еще раз и так только на третий раз она его снимала у меня тоже был бесподобный всегда кофе она тоже очень любила у меня две были вкусняшки кофе и красная икра так что вот она такая могла без всего остального жить а вот эти две вещи для нее были существенные а вообще в чем заключается идея данного ритуала не поднятие турки она жизни делала она себя не считала хорошим поэтому вот и жизнь она делала великолепность варенье она придумала вот эти сказки ритуалы и так далее они же как бы задают но игра такая не 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 про болячки же с утра думать достаточно сильно болела и там не не кряхтеть не пыхтеть не жаловаться вот отвлекается вот так все первый пузырик мой кофе убираем ваш переставляем сюда тоже по-хорошему надо чтобы он отстоялся немножко то есть не сразу наливать на тоже меня так терпения редко хватает насколько примерно нужно чтобы отстоялся да вот пока я делаю все у меня это быстро просто опять же не хватает терпения вот я горячий ветер пар идет наливаю немножечко сливок специальная сетечка для кофе его больше не подошло и не использую там даже вот это его кстати посуду из-под кофе мыть не надо в смысле турку да то есть оболаскивать и все то есть не надо ее там тереть тем более химии ни в коем разе все и теперь тебе уже наливаю кофе можно вот если вы высоко будете держать там получится пеночка то есть за счет того что с большей силой будет удаляться струя воды на кофе да вот что значит талантливый человек талантлив во всем ну правда самое главное что я умею делать в приготовлении кофе это организовать его побеги поэтому плита у меня очень часто вся замазана то есть кофе сбежала это самое то ждем ваш теперь у вас пофе побольше это для читателей для слушателей вашего проекта кофе по утрам загадка правда про чай но вы легко переделаете про кофе было три сестры две старших очень хотели замуж а младший было все равно и посматывался к ним прекрасный принц или купец как хотите и сказал у кого чайник быстрее закипит то и возьму замуж дал им 3 одинаковых чайника налил абсолютно одинаковое количество воды из одного родника но поставили на 3 одинаковых комфорты и младший чайник закипел первым на ней он и женился вопрос почему чайник закипел так ну тут мне кажется а сила огня одинаковые было абсолютно все параметры были все одинаковые чайник и огонь вода все одинаковое поставили прям секунду в секунду психологические были разные две старшие мечтали замуж а с младшей было все равно но тут именно у нее почему-то чайник закипел первым ну тут наверное может хотя нет мне кажется философское мышление тут немного это задачка по физике она кстати напрямую имеет отношение к приготовлению кофе если хотите вкусный кофе получить не торопитесь сказать честно и потом напишите в комментариях может кто-то в комментариях напишет у зрителей да кстати уважаемую книжку подарю издательство марина волковой вот так вот вот видите он пошел-пошел поднимается то есть уже немножко поднялся хорошо теперь мы ждем первого пузыри кого нам начинает пузырик вот все чуть-чуть опоздала на буквально на 2 секунды теперь наливаем это оставшиеся след очки вам вам кофе эти чашечки поменьше но мы кофе потом дольем то же самое берем запах то как вы чувствуете тест на коронавирус я вам покажу в других комнатах у меня там настоящий тест вы только напомните а то я забыла хорошо даже мне осталось немножко быстро быстро к столу иначе холодный кофе есть конечно те кто любит холодный кофе но марина владимировна а скажите пожалуйста есть ли какой-то вот ритуал в во время употребления кофе я забыл сказать четвертое что делаю когда кофе готовится я бегу компьютер его включаю поэтому я примерно через час после этого садитесь пожалуйста спасибо